Славянская молодежь талантлива во всем. Ребята достигают успехов в творчестве, учебе и спорте. Для того, чтобы представители молодого поколения могли найти себя, реализовать свой потенциал, для них проводятся всевозможные конкурсы, викторины, создаются клубы по интересам. Один из самых многочисленных в нашем районе – это клуб знатоков, участвующих в играх «Что, где, когда». Под своим крылом он объединил более ста ребят со всего района. Эти мальчишки и девчонки, собравшиеся в малом зале городского дома культуры на очередную игру, хорошо знают, что, где и когда происходит. Они уже не первый год являются членами клуба знатоков. И с каждой игрой ребята узнают для себя что-то новое, учатся работать в команде и побеждать. Мы выступаем за третью школу. Команда называется «Девятый вал. Новая волна». Выступаем в течение двух лет, то есть с девятого класса. Поначалу, конечно, были слабые результаты, потому что они опытные, молодые, сами понимаете. Но на последней игре мы заняли первое место. Невероятные эмоции, которые приносит нам игра. За это мы ее и любим. Сегодня для команд юношеской лиги по игре «Что, где, когда» ответственный день. Финальное состязание, после которого будет определен победитель. К игре ребята тщательно готовились. Правда, как признали знатоки, угадать, какой вопрос будет задан, практически невозможно. Сколько мы не участвовали, ни один вопрос, из которых мы готовились на прошлом «Что, где, когда». Они не повторяются, я не знаю, где их ищут. И я думаю, что важно, чтобы человек был развит всесторонне, логика, чтобы он был начитан. И тогда у него будет хороший результат. За победу в финале юношеской лиги боролось 11 команд. Вопросы, на которые школьники должны правильно ответить, были достаточно сложные. Они касались самых разных областей, начиная от истории, литературы, географии и заканчивая спортом. Рассказывая о том, как хоккейный тренер Марек Сикора был раздосадован поражением своих подопечных, журналист упомянул шампунь. А что обещал, по словам журналиста, устроить хоккеистам тренер? Дайте ответ двусоставным словом. Время. На обсуждение вопроса даётся всего 60 секунд, после чего команды должны дать правильный ответ. И правильный ответ на четвёртый вопрос – головомойку. По итогам финальной игры в юношеской лиге лучше всего себя проявила команда «Веста» первого лицея. Второе место завоевали эрудиты 28-й школы. Бронза досталась учащимся школы номер три. Командам, занявшим призовые места, вручили грамоты и медали. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».